Все, Сыне Божие, помилуй нас. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 стиха. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Толкование блаженного Феофилакта. Часы. После того, как упомянул о царстве и муках, благовременно беседует потом и о своем страдании. Как бы так говоря. И распинатели мои будут осуждены в огонь. Следующие стихи, с 3 по 5. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Толкование. Закон повелевал, чтобы один был архиерей во всю свою жизнь. Но иудеи, вопреки закону, делали у себя многих архиереев, сменяя их каждый год. Итак, к архиерею того года приходят на совет об убийстве те, которые должны были удерживать других от убийства и наказывать убийц. А многих архиереями называют евангелист тех, которые окончили уже свою годичную службу. Намереваясь совершить преступное убийство, «Они боялись не Бога, а народа. Боялись же того, чтобы народ в случае убиения имя Христа в праздничное время не восстал к общению за то или вместе и того, чтобы убийством своим не отвлечь народа от узаконенных жертвоприношений, а самим не лишаться бы выгод от жертв. Опасались, может быть, и того, чтобы смерть Христа не соделалась общеизвестную и славную, если убьют его в праздник. Им хотелось истребить и память о нем. Таким образом, сделавши совет пред праздником, они положили убить его после праздника. Но он, желая показать, что страждет не тогда, когда они хотели бы, но когда сам он восхотел, попускает взять себя накануне самого праздника, Пасхи, дабы в то же самое время совершилась и Пасха истинная, которой обыкновенно бывала Пасха прообразовательная. Нельзя при всем не заметить, что они еще осквернили себя убийством, потому что они не хотели было убить его в праздник, и однако ж убивают, лишь только нашли предателя. Чтобы только исполнить волю свою, они на народ уже не обратили внимания. Толкование закончилось. Я представляю, когда вот этот архидиакон в Константинопольской церкви, Феофилакт, выходил и начинал народу толковать. Понимали люди или не понимали до этого, до него что-то? А если все понимали одинаково, ему зачем нужно было? Притом, видно, что это системно, он уже говорил. И это отмечено было в вышестоящих кругах. Его поднимали, дальше архиепископом стал. И, наконец, ему отдельная региона дается Болгария, болгарский архиепископ. И когда он туда приехал, ну, казалось бы, известный теперь уже не просто архидиакон, а архиепископ. Как должны были любить его? А как раз у него там самые большие испытания, скорби, искушения начались. Настоящие. Люди не знают Бога. И в предисловии об этом говорится. Там была ересь Богомилы, другие где-то. И это у него не просто обучение было, а он боролся с ересями. Нам нужно в самый корень еще посмотреть, с чем это было вызвано и как оно применимо на сегодняшний день. Надо все время касаться того, что происходит сегодня. Слово Божие было живо и действенно. Поэтому актуальность некоторых вопросов, необходимость их рассолковывать, отпадает. Вот у меня здесь сокращение я взял. Сокращение в той только части. Сокращение. Я просто выкинул на те места, где подробно объясняют эти ереси. Ереси, новоциани, которых нет теперь нигде. И они никому не нужны. Зачем мне знать, изучать то, чего нет нигде? Но я вставил 297 комментариев там, где он говорит о необходимости изучать Слово Божие и о крайней необходимости того, чтобы все благовествовали и проповедовали. Вот в этом весь смысл научить вот эту часть нашего тела работать. Чтобы он слышал Слово Божие, оно вдруг заговорило. Они меняли каждый год. А для чего? Если было уже прямо предписание, пересчищение их на всю жизнь. Это не случайно. Там стояла очередь, может быть, карьеристов. А дело-то и показалось. От тщеславнейших людей, не знающих Писания. Как они бьются? Патриарх только умер. Как тут начинается возня? Они сразу закон подделывают, решают, кого избрать, у кого не меньше 25 лет административной работы в верхних слоях, эшелонах патриархии. Того, кто имеет. И дальше что имеет? Только нигде не говорится, чтобы поставить того, кто родился свыше, кто в один Духом Святый. Вот. Те условия, какие сегодня ставят для избрания первого священника, патриарха или там папы, я не говорю, папа, меня касается это, то под эти условия ни один апостол не попадает. У них административной работы вообще никакой не было. Обязательно, чтобы имел высшее образование. Там кандидат какой-то и прочее. Это никто не подходит. Павел один подходит. Апостол Павел-то. Ну и опять же, по тому, какие ставят дальше эти условия, тоже он не подходит. И когда считаешь эти условия, видно, что подходят только под архиереи, патриархии, больше никто. То есть они ограничивают себя. А почему не избрать было, может быть, какого-то диакона? Почему не избрать было какого-то мирянина, известного по делам, таким, какие нужны Господу Богу, так угодно было Духу Святому и нам? Почему Житие Святых говорит о таких, как Тарасия? Павел VI, патриарх был, он приложил руку к ересям, то есть подписал. Подписал за то, что он за ереси. Не думая, что это ересь. Ну, как вот канон Андрея Крыцкого. Он же подписал Анапеву VI Мусиленскому собору. И вот здесь, когда он понял, что иконоборчество – это ересь, он внезапно ночью, видимо, на молитве отрекся. И вдруг с Аристи Ирине сведения идут. Патриарх отрекся. Как отрекся? Она пошла сама к нему. Он говорит, да, я ухожу в затвор. Я буду молиться. Я окаянный, поддержал ересь, и вдруг осознал. Да сейчас еретики наступают, ты должен. Он говорит, ничего я не должен никому. Я ухожу. Вот и все. Ну, а как теперь церковь обезглавлена? Да Христос у ней глава, церковь. Ну, если патриарха надо, изберите. Вот у меня прислуживает мне один, Мирянин. Я его знаю, Тарасия звать. Ну, какой же он патриарх? Вы спрашивали, я ответил. Тогда внимательно на него посмотрели, какими качествами обладает мужество. И он и перед народом выйдет. У него мудрости столько. Вот как Павел Каменский. Который до этого был обжигателем угля. И его сразу в шесть дней возверили в патриарх. Мирянин, Ападьяхон, Дьяхон, Пресвитер. И, наконец, патриарх. Через шесть дней встречается страна нового патриарха Тарасия. И он будет святым. И что интересно, которых... Ну, патриархов-то немного святых. А тех, которых возводили, именно по этим качествам, необходимым духу святому и собранию божественному, они все святые. Сегодня это пример. Старайся это не берут нигде, никогда, ни разу. Даже в мыслях не было. Некоторые скажут, ну, он мирянин. Я вот, допустим, говорю, я бьюсь в патриархе. Да сохрани и помилуй, Господь. Но и не отказался бы, если избрали. У меня программа есть. Знаю, что я пойду на смерть. На смерть. От церковной мафии. Потому что церковь нуждается в совершенном новом подходе, не только, как говорят, к новым возникшим проблемам. Фу! Я всегда ненавижу просто это слово. К нерешенным вопросам. Они не знают, что делать. Избрали патриарха. Ой, ой, он такой прокатоличный. Ой, ой, он теперь с патриархом соединится. Ой, ой, веру православную погубит. Ничего подобного не делает. Он сделал бы. И правильно о нем молва. Но он боится. Боится архиерейцев. Их они его сметут. Монахи сразу его задавят. Он это знает. И тут ему уже не спастись. И никакая охрана. Пятикратный заслон его не спасут. И он поэтому в этом русле тянет. Какие-то перестановки. Доробит епархии. То есть без этого это нужно. Он очень умный патриарх Кирилл Гудяев. Но не это ему нужно. Ему нужно уйти в затвор. Вот что первое начать. И спросить у Бога рождения свыше страха Божий. Принести перед народом покаяние за эту связь с властями. Почему он не обличает президента сегодня, как царя Ирода, взявшего чужую жену, обличал Иоанн Креститель. А где его? А празднует усекновение главы. Ему голову не отсекут сегодня. И сказал бы, и призвал и президента, и других прелюбодеев к серьезному покаянию. К серьезному отношению к жизни. Нет этого. Каждый год меняли первосвященников. Их было много. И что они друг друга заменяют? Изменяли что-то? Ничего не изменяли. Или та же старообрядческая свирепость к инакомыслию. А вот инакомыслие это как раз и нужно здесь было. От того мышления, которое тогда было. Я вчера интересную передачу услышал. Иногда полезно лежало тысячу лет, пусть и лежит дальше. Иногда полезно. А иногда с этим нельзя смиряться. Надо внимательно в конкретном случае смотреть, насколько это нужно. А может и правильно делали, что они меняли. Но уже закон был неизмененный. И Павел поэтому не узнал первосвященника. Долго отсутствовал в Иерусалиме. Который говорит, стена ты подбеленная-то. Он не знал. Некоторые говорят, ну видишь, испугался, попятился. Он не знал. Они одинаково одеты и сидят. Павла не было несколько лет дома. И он пришел, а тут их опять новая когорта. Вот такое дело. Немного, как будто толкование. А в этом скрывается и биография Феофилакта. И тогдашнее положение. И как это сегодня. И что эти смена патриарха. Сейчас при смерти. Он уже полностью деградировался. Его за руку водят в сортир. Он ничего не понимает и не помнит. Вот митрополита Виталия, я знаю, как раз это у него болезнь была. Он прекрасный проповедник, мужественный человек. Но впал в беспамятство. Я с ним беседую сколько. Повернулся, с обеда пришел. А ты кто будешь? Откуда? Молились вместе, беседуем. Неделю с ним живу. А мне говорят, он и священников своих не узнает. Явно дело, что необходима замена. Должен быть передовой человек. Человек, понимающий, что мужественный. Вот качества какие должны быть. Ну, одним словом, чтобы угодно было Духу Святому. А вот слово Духу Святому, вот тут-то уже надо думать. Это надо быть Вадимом Духом Божьим. Знать на данный период, какой человек нужен в государстве. Кто. А не то, что проголосует. Голосует ученый человек, голосует бомж. И сила голоса одна и та же. Зачем ему бомжа давать ему голосовать? Раньше было как голосовать могут те, у кого есть жилье. Оседлый образ жизни ведущий. А сейчас в вагоне. Едут там, голосуют, бумажки опускают. Это все фиксы, это обман. Избрание патриарха, это обман. Обман в самом высшем уровне обман. Тут только так, бы объявили всему народу. У нас избрание патриарха предлежит. Молитесь все, а потом бросим жребий. Кандидатур сколько будет, мы посмотрим. Два, три, четыре. Этот уровень не надо брать. А просто, чтобы открыть открыто. Во всей стране. Какие будут предложения? Только два признака. Что был рожден свыше. Доказательства этого были изменения. Что он из Саула в Павла превратился. И что он благовестник. Добавь, если коснется дальше, чтобы он мог этот опыт передать дальше. Шестой, седьмой стихи. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного. И возливала ему возлежащим на голову. Толкованием. Некоторые говорят, что было три жены, которые помазали Господа миром. И о которых упомянули все четыре евангелиста. А другие полагают, что их было две. Одна упоминаемая у Иоанна, то есть Мария, сестра Лазарева. Другая та, которая упоминается у Матфея. Она одна и та же, с упоминанием у Луки и Марка. Так и ты, когда одержим бываешь душевную проказуя, превозносясь фарисейски, удаляясь через то от Бога, примив дом свой Иисуса и помашь его миром добродетелей. Ведь и ты можешь изготовить своего рода мира, очистившему тебя от проказа Иисусу, и возлить на главу его. Что же означает глава Христова? Не иное что, как божество его, которому приносится благовоние добродетелей. Псалом 142. И ты приноси Божеству Христову благовоние мира, составленного из добродетелей. И чти Господа, исповедуя его не только человеком, но и Богом. Ибо через сие ты также помазуешь главу его благовонным миром. То есть православно богословствуешь. Толкование закончилось. Вот на что он внимание обращает. Мария, одна, две, три. Какую роль это играет? Никакой. Но он много отдает этому времени. Значит, там были, может быть, споры. Ему хотелось прояснить это дело. Но нигде не говорит о благовестии. Добрые дела. Да добрые дела мусульмане не делают ли? Там такие добродетели нам еще поучиться надо. А буддисты? Но нигде нет благовестия о Христе. Какая бы ни была проповедь, допустим, у баптистов, они обязательно это подчеркнут. Христос умер за меня. Они могут рассказать, вот я был такой-то, я обратился, вот так-то было. Но не могут сегодня рассказать православные избранники. Нет рождения свыше. Нет перерождения из Савлов Павла. Нету. Он родился, ходил, продвигался по служебной лестнице, угождал властям. Ну, вот и все. Нету этого. И Фефилакт это не имел, видимо. Он тоже не имел этого подлинного перерождения. А родился в этой семье, может быть, в религиозной. Многое сокрыто в его биографии-то. Так что? Мне говорят, вы до Фефилакта добрались. Мне зачем добираться? Меня судить-то будет не Фефилакт, а Господь. И Господь говорит, я не сужу, а слово, которое я говорю. А оно говорит о том, что неумноженный талант, сохраненная вера, даже правильная вера, завернутая в платок от повреждений ересями, закопал, скрыл ее, то есть ушел в монастырь, в ад пойдешь, в огонь вечный. Вот это уже ужас. А что нужно? Приращение. А где приращение? Благовестие проповедовать. Мне на память приходит многое из священного писания, но я должен это все соединить со своей жизнью. Что толку знать? Писание, ничего нет. Вот у меня свидетельство началось. Вот перерождение случилось 27 сентября 1962 года в 17.00. В этот же вечер на корабле мне никуда нельзя уйти, не спрятаться и спать, я буду с этими, кому я свидетельствую. А один из них стал сразу же готовить мое убийство на корабле. Убийство, и потом только он сознался со слезами на глазах. Надо свидетельствовать о Христе, о том, что он с тобой сделал, как он тебя встретил, как ты обратился, как ты пошел за ним. Не могут они этого сказать, и Пепелак нигде не говорит о своем обращении. Он, как, апостол Павел многократно повторяет, перед Агриппой, царь Агриппа начинает говорить своим, дальше, даже время, то есть где бы он ни был, так это сохранилось. Он, может быть, сотню раз это рассказывал. А сегодняшняя, ни патриарх, ни архиерей, ни старый, который был, ни новый, ни нас, который был, ни первый иерарх в зарубежной церкви, никто этого рассказать не может. Он может сказать, как был, и подьякон, встречался, с епископом был. То есть это совершенно новые люди, новая когорта. А мы должны быть из одного стада с теми, кто обратился к Богу, кто действительно познал его, кто получил новые мысли. Он увидел теперь все в другом свете, и он теперь идет в другом направлении. Они будут слышать, что он такой-то был, но он теперь другой. Да, это я был, я, это мои дела смердят там. Я обратился, я получил новое рождение, и Дух Святой повелел мне. А сегодня спроси, когда тебе Дух Святой повелел вот это делать, что делает патриарх сегодня, или архиерей, то он не может сказать, он даже не поймет. Нет Духа Пророческого. Нету разумения того, на какой версте стоит мировая история, что дальше будет. Значит, нигде не говорят сегодня патриархи о том, что Россия языческая, и она была такой, и не была никогда она святой. Смотришь фильм «Раскол» Достоля, что не икон, что вакуум, вообще Библии в руках нету, ни у того, ни другого. А вот цеплялись два раза, аллилуйя, сугубая, трегубая, говорить истина, не истина. Вообще, как будто бы мы в другую веру перешли. Никто не говорил, вот старую веру сохранить. Да в России-то получили порченную и перепорченную веру греками, торгашами. Тысячи лет они ее корежили, эту веру. И теперь это считать за оригинал. А какие книги, да у них не было типографии, а печатали венецианской типографии. Ну какая разница, какой типографии. Мне какая разница, на какой мельнице мололи пшеницу-то. Главное, что она мука, я могу ее и есть. А они там перепортили. Да у меня книги печатали в Горноалтайске, в Новосибирске, в Барнауле. И что теперь? Все они разные. Ни одной буквы не изменено, как я написал, так и есть. И по сегодняшний день староверы за это берутся. А где ее печатали? Да какой же это ум-то? Вот бьют они ни коньяни, и на этом воспитывают, на этой ненависти. А должны были бы сказать, да, мы боролись за старую веру. Старую веру, которая совершенно не походила на апостольскую. Ты старовер? Я скажу, я старовер. Старовер, я держусь за то, что написано в Евангелии. Это самое старое, самое первое. А не то, что князь Владимир порченную и перепорченную. Крученную и перекрученную. Самые истинные, которые были служители, они были гонимы церковью. Их преследовали свои. В опасностях на дорогах, от единоплеменников. Вот это-то все надо здесь вложить в эти слова, какие мы сейчас считаем. А то Мария, такие тонкости. Ну, две Марии было, одна была Мария. Что мне из этого-то? Ну, сказал два слова. Есть такое мне, есть такое и дальше. А то, как звали, она была Иоанна, потом Мария стала родословная. Ничего этого не надо. Знать только одно. Какой я свидетель Христов? Я еду дорогой в поезде, и у меня идет свидетельство. В то время нельзя было. Проходит какое-то... Две остановки проехали, милиция заходит. Проходит. И впереди идет женщина их. Подводит ко мне сразу. Ну, там, где в расколе языки-то режут. Один доложил на них там. Подходит, вот, подошла милиция на город Кулунда. А что он делает? Все, говорит, ничего не делает, мы беседуем. А женщина рядом сидела, она слышала, видать, крутого нрава. И она решила со мной расправиться. Милиция постояла. Ну, он что-то ругался там или... То есть они по своей шкале. Пил он, дебоширил. Да вы что? Да нет. Они о Боге рассуждают, говорят у него. А что у вас за книга? Да Новый Завет. А что нас вызвали? А уже с парацией тогда было сообщить надо. Наряд милиции пришел. Нигде ничего нет. Свидетельства-то нету. Я дальше свидетельствую. Оказалось, четверо едут с Украины. Там, в то время вербованные назывались. И они до того прилипли ко мне. Я на подстег прислазил. Они со мной идут. Куда же я возьму-то? Что у нас дома ни одного нету. Мы хотим только так жить. Четыре мужика слезли. Я их кое-как обратно затолкал туда. Ни один не пил. Это люди услышали. Им нужна живая вера. Да если мы все-то свидетельствовали. Ну, я-то какой свидетель-то? Просто верю. Из меня фонтанирует это желание других, чтобы они спаслись. Так это разве один случай? Я свидетельствую. Мужик один как начал противоречить. До матов дошло. Ну, я еще могу сказать. Думаю, как бы Евангелие не вырвал. А есть такие, которые фотоаппарат вырывают, кто фотографирует. Сумасшедшие. Вот он вышел в табор покурить. И я с ним. И вдруг он потушил папиросу. Повернулся ко мне и говорит, простите меня. Я не знаю, что со мной сделалось. Меня теща довела дома так. Я сел весь накаленный такой-то. А на вас бросился. А при чем вы? Вы даже тещу мою не знаете. Я говорю, не знаю. И он сидел и слушал. Проходит какое-то время. Один мужичонка пошел. И в вагоне едет милиционер. Или он нашел. Он подвел его. Чтоб забрали-то. И сидит на милиционера, смотрит. А милиционер на меня смотрит. Тогда мужик видеть еще нет. Вот давай мне совать. Вот лимонаду выпью. У тебя уж горло пересохло. Давно говоришь. Милиционер, сядь, сиди. Спокойно. Мужик достает какие-то там мандарины. Маленько погреб, опять меня перерывает. Ну, хоть маленько что-то поешь. Я тебе сказал, сиди спокойно, а то сейчас заберу. Мужик успокоился. Милиционер слушает. Милиция слушает. Так я один. Едем из Риги. Я свидетельствую. Люди сбились. Проводник не может пройти. Ну, хоть маленько-то как-то куда-то. Забито все. Из разного купе с верхних полок слушают. К вечеру-то люди берут. Там, пойдут просто не покупают-то. Ну, я говорю, уже поздно. Время уже позднее. Надо отдыхать. А мои-то люди, которые слышали, они пошли. Проводник закрылся, спит. Батюшка говорит, овцы-то твои блуждают по вагону. Понимаешь как? Это я говорю то, что пережил я. А ты мог бы не говорить? Нет, не мог. Внутри меня был как бы разлитый огонь. Я не мог этого не говорить. Я еще только подхожу, едем дорогой, священник один, а он начинает мне говорить, хороший священник, искренний. Дух, душа и тело, воина Яценесского, Луки. Теперь он канонизированный, архиепископ. Я говорю, никакой нет это дух, душа, тело. Духом называется настроение. Ну, а как так? Так, приезжаем туда, и к нам навстречу приходит епископ. Один или два епископа. И тоже начали говорить, а он уже со мной не соглашался, а внутри у него произошла перемена. И он давал сражаться, так как я говорил, полностью на моей позиции. То есть он уже перешел. Нет никакого тройственного. Дух, душа, тело. Если душа идет к Богу, покажи, куда дух идет. Ну, и все остановился. Если душа моя возмутилась, а где дух был? А если дух у меня сметен, а где душа? Это выдумка все. Человек дуалистичен. У него тело и душа, и вдохнул, больше ничего не было. Вдохнул, и душа появилась. И это все Бог дает. Откуда вы знаете, а вы же не учились, откуда он знает Писание? Это о Христе говорили. Не знаем мы нами Христос, Он делает нас известными. Он делает нас свидетелями в поезде, в самолете, на работе, где бы ты ни был. Вот вчера, батишка, к нам пришел только на картошку-то, и сразу попала на молитву. У него-то этого нету. У него там что-то по-другому может быть. Вот и все. Считай. 26 глава с 8 по 11 стихи. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, «Чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисусу, разумевся, сказал им, «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете». Толкование. Многое слышав от Господа о милостыне и высоко ценя ее, ученики начали упрекать жену, полагая, что Бог ищет более человеколюбия, нежели чести себе. Но он делает выговор ученикам, так как они неблаговременно упрекали жену. От новоприходящих и вообще не следует требовать слишком много, а тем более от слабой женщины, но надлежит принимать и малую веру их. Посему, когда кто приносит дар Богу, не отклоняй его и не подавляй усердие его, не отсылай его раздать то нищим, но предоставь ему совершить приношение. Разве когда кто потребует у тебя совета о том, нищим ли нужно отдать что-либо или принести Богу, в таком случае посоветуй ему отдать лучше нищим. Но когда уже он принес, то напрасно будешь отсылать его. Надо бы и то творить, и сего не оставлять. При том же честь, воздаваемую непосредственно Богу, должна предпочитать всем вообще добродетелям, а следовательно и самой милостыни. Если Христос ради человеколюбия относит дела милости к себе, то не подумай, что Бога должен оставлять и заботиться лишь о милостыне. Ибо в таком случае выйдет, что можно и святотатствовать, и из святотатственного подавать милостыню, но этого нельзя допустить. А что оказывать милосердие бедным и воздавать честь и угождать самому Христу, есть не одно и то же. Слушай, нищий говорит, вы всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. видишь, что иное дело служить Христу и иное миловать нищих, хотя Христос по человеколюбию своему и относит к себе самому то, что делают для бедных, добро ли то или зло. Толкование закончилось. Вот я спрошу, допустим, ты прочитал вот это толкование, оно к тебе как относится? Какой-то пример из своей жизни для слушателей ты можешь привести? Внезапная милостыня и такое необычное, именно то, что неординарное, такое, что, может быть, на тысячу человек не встречается, но я избранник, со мной по-другому Бог поступает, потому что много званых, а мало избранных. Я принадлежу к малому стаду. Вот о милостыне, чтобы внезапно у тебя это было. И речь шла о спасении, о прославлении Бога. Трудно припомнить-то. А мне легко, почему? Потому что вчера, вчера было 13 сентября, 13-го года, сегодня 14-ю, суббота. Мы копаем картошку. Я только с вилами выковырю, чтобы не наклоняться, меньше поворотов на позвоночник. В это время звонок. А вы там ищите, я еще вот звоню, мне Игнатия Тихоновича надо. А кто вы такая? Я Татьяна, из города Новосибирска. Я в интернете нашла ваши книги. Я хочу все эти книги иметь. Я говорю, книги-то это не одна, это 38 книг. Ну вот я все и хочу, чтобы они в моей библиотеке были. Но в вашей Новосибирской библиотеке в трех библиотеках. Это в главной юношеской библиотеке, в научной библиотеке, в центральной областной. А там находятся книги. Но я хочу, чтобы у меня были. Я говорю, ну это дорого, стоит, называю я ей цену. Ну и что? Как их получить? Где я их могу найти? А я копаю. Каждая минута, дорогая. Мне пришлось сразу сказать, что в Новосибирске живет родная сестра моей жены. И племянники живут. Где вы находитесь? Сейчас я поеду в деревню, через 15 минут перезвони. Вы обменяетесь адресами. Мне больше пока не звоните, потому что у меня такой профиль работы. Я уже не знаю как. Я не люблю по телефону говорить. Да говорить надо не более двух минут, и не чаще пять раз. Они звонят. Я назначаю в неделю, а один день, когда можно позвонить, две минуты. Отсюда или за рубежа, разницы нет. Ну и посмотри, покажи, вот брат Володя. Вчера мы уже 4 пакета перевязали. Вот они лежат. Это 38 книг. Вчера закончили мы в седьмом часу вечера с картошкой. И вечером уже при свете все книги пришлось мне тут из пачек доставать, сложить. Вот они, книги есть. Но они не все здесь. Остальные там на полках. Пачки разворачивать. Все уже готово к отправке. А в Новосибирске у старобрядцев у них престольный праздник Рождества Богородицы 21 сентября. Ну это совсем недалеко, рядом-то. Вот мужа приедет, может быть, за Ниной Шадриной, Ниной Васильевной, а жена у меня Надежда Васильевна. Приедет ее сын Сергей и мы это туда отправим. Понимаешь, что значит творить милостыню? Она духовная и теперь она услышала и ей нужно, так а вы же за деньги? Я говорю о работе, я бросил работу и каждая минута дорогая. Это дар, это милостыня, дороже милостыни. Вот одна у нас пришла, тут помогает картошку, сама пришла и говорит, а вы не могли бы картошку продать по 10 рублей за килограмм? Вот мой сын, ну он в дальних командировках, он дальнобойщик, не могли бы для Сережи продать сколько-то? Нет, я говорю, мы не продаем, у нас лишнего нет. Ничего нет, потому мы для себя делаем и бывают у нас немощные, которых ничего нет, мы не продаем, а им даем в общине. В Барнолу я увезу. Ну, стали с братом Владимиром молиться, я говорю, Господи, укажи, кому именно мы должны помочь? Я не знаю, кто больше нуждается. Это она, как говорится, я не солнышко, всех не обогреем. Стали молиться, помолились. Я говорю, брат, а мне такая мысль, вот сестра просила, а у нее же с сыном беда была. Он был один, и зимой ехал, и у него не лады были с машиной, и он обогреватель там какой-то поставил, что-то разжег, и в машине у него вспыхнуло, и он обгорели ноги, руки у него. Что еще? Больной? И мы можем помочь? Да, можем. Сразу я к сестре поехал и говорю, вот мы можем отдать ему четыре мешка. Это милостыня будет? Почему? А я проверить должен. Да-ка, милостыня делается тайно. Тайно для того, чтобы не надменный был. Какое надменное? Наша картошка-то, она в низине, вся такая грязная, отмывать надо. Но это картошка, настоящая. Пришел, четыре мешка пока хватит, хватит, 120 килограмм. Примерно так. Ну вот на этом остановись пока. У других кто-то что-то найдешь. Все. И Господь внезапно на молитве покажет, кому. И это я говорю только про один день вчерашний. Милостыня, милостыня. Ну ты разъясни ее, как эту милость. Не просто подойти, пятачок возле церкви дать и нищим сказать, разделите на двоих. Конкретно, вот это милость. Жертвуешь временем, драгоценным. Вот эта цена книг, она у меня в три раза дешевле настоящей стоимости. Я взял вот этот том, ну вот, здесь в каждой книге 80 полных изображений Густаво Доре мы раскрасили их. я пошел в магазин, книжный магазин торгует в Барнауле. Ну, 752 страницы, мелованная, вот на мелованной бумаге, на обсетной, здесь все книги сшитые, видите как, с круглением корешок, вот оно, видать даже как, какие они, вот, видите как, это три тома. Вот они с закладками, вот они закладки. Вот эти вот книги все, ну видно какая книга подарочная. Они у меня посмотрели, там глянула только и сразу полторы тысячи, полторы тысячи, ну и видимо так оно и есть. Я пошел в другой магазин, понес, та же самая цена, они руку набили. Одна, а у нас три тома за полторы. А почему? Потому что автор должен получать там половину или сколько от того, что есть. стоимость, которая, типографии, я должен это включить. Стоимость только типографии 500 рублей, 460 с чем-то. Плюс интеллект, труд, который здесь заложен. И оно, а у них все это учтено. Это милость. А ты, я не по той цене отдаю, в три раза дешевле. Это тоже милость цене. Мой труд, я не получаю ни копейки, ни одной. Как-то у нас в фильм сняли Златоуст из Потеряевки, а он занял первое место в России. А Причустие, фильм, первое место на международном киноконкурсе. И в метро в Москве, в каждом метро почти торгуют. Тогда видео были-то. Но на меня тогда вы миллионером стали. Сколько же вам отчислений идет? Да за что? А какое отчисление? Нападание. Нападение. А до никакого отчисления по сегодняшний день я ни одной копейки не получил. Смотри, рыжая наступает. Что, шарик? Шарик, ну, что она на тебя взъелась? Не надо его трогать, он ее боится? Что-то ее потянуло туда сегодня. А, там был котенок рядом, белый, и она пошла рядом его прикрыть. Прикрытие. А он не связывается, с глупым еще связывается. Скажи, покраснела от злости-то. Не надо ей мстить. Умница. Эту собачку мы зовем маленькая собачка с большим сердцем. Не тронет ее, даже маленькая у нее. А этот спрятался, видимо, близко подошли, и она пошла его защищать. Я знаю. Причина только одна. Вот она, чтобы рядом быть. А сама, видишь, он попятился, она отошла. Не всегда надо скандалить. А то живут, как кошка с собакой. У нас кошка с собакой нормально живут. Вот он лег. Он слышит, что о нем разговаривает. Видишь, у него фальшивые пятнышки над глазами, что если кто-то решил в глаз ему плюнуть или ткнуть, так ошибется. Глаза-то не видны черные. Она эти пятнышки повестится. Ну и все. На сегодня благословен Господь. Заметь, где закончили. Паси Христос. Аллилуйя. Мы встаем. Ой, как мне встать-то? Ой, позвоночник мой не дает. А когда я распрямлюсь, ни один не догадается. Все. Слава Христу.